доброе утро давайте сейчас начнем историю и фая голодитянина в начале в 10 главе который мы сегодня прочитаем вернее продолжение 10 главы который мы сегодня прочитаем здесь как бы ну идет вступление то есть предыстория вот этого и фая избавление господня который господь дал через и фая вот давайте прочитаем это вступление но тоже примечательно одним моментом 10 глава 6 стих и далее сыны израилевы продолжали делать злое предачами газ господа и служили валам и астартом и богам арамейским и богам седонским и богам мавицким и богам аммонитским и богам филистимским а господа оставили и не служили ему и воспылал гнев господин на израиля он предал их в руки филистимлин и в руки аммонитян они теснили и мучили сынов израилевых с того года 18 лет всех сынов израилев по ту сторону иордана в земле аморейской который в галааде вот мы видим странную картину на самом деле каким-то странным и удивительным образом израиль не просто напросто собирал всех окрестных богов для того чтобы служить получается что израиль поступал хуже и вероломнее как сам бог говорил чем вот эти самые окрестные народы как сам господь восклицал время от времени к израилю он говорил меняет ли какой народ бога и на самом деле правда в этом странная правда этой жизни заключается в том что ну да есть языческие народы они поклоняются там своим богам грешат естественно в этом жизнь их идет под откос и так далее но уж чего чего богов они своих не меняют как вот были короче говоря у амореев там такие-то боги у филистимлин там такие-то боги так они вот в общем-то и продолжают быть с ними они как ни странно верны пусть даже и злому и дурному и дьявольскому но они верны этому ну вот смысле вот этим богам а израильтяне видевшие там все чудеса божьи познавшие как народ познавшие бога вот бог заключил с ними союз завет дал им закон который был в общем-то на голову выше чем прочие законы вокруг их они каким-то странным образом впитывали как губка все мерзости окрестных народов факту сему у меня только одно объяснение вот что на самом деле господь избрал себе в народ пожалуй самое дурное племя который только вот можно себе найти вот то есть я она поймите меня правильно я не не антисемит ни в коем случае вот я в писании вижу что это благословенный народ господом но вот все таки дела мы видим дела они удручающие они наводят на странные размышления да вот и на самом деле вот получается что именно на этом народе бог являет свою удивительную славу что даже такой народ господь спасает и это как мы с вами говорили вот эта мысль проходит красной нитью сквозь книгу судей бог использует вот самое такое вот в общем-то незначительное но в данном случае еще и и весьма упорная прямая не вот и господь милостиво и достаточно мягко как выясняется как вот видно на страницах писания бог все-таки призывает этот народ к себе протягивает руки к народу упорному день и ночь как он сам говорил о себе и в этом опять есть для нас с вами параллели с наш с вами жизни жизнью потому что на самом деле как павел писал о себе уже в конце жизни я первый из грешников и в этом также для нас с вами есть но некое но некий прогресс осознание греха что лет он именно так проходит когда мы приходим господу такие еще молодые юные христиане да как юные по вере нам кажется что ну вот да господь я вот теперь там больше не пью не курю ну все как бы я теперь чист нормально все со мной ну грубо говоря да или там например не совсем уж там перестал какие-то вещи делать нехорошие но и все господь спасибо ты меня очистил слава богу я теперь святой чистый концу жизни продолжая жизнь праведную ты понимаешь какую чистый какой святой господи как ты еще терпишь меня да как павел писал про самого себя господи я первый из грешников это он писал в конце после всех трудов которые он сделал для господа после всех чудес которые господь через него явил павел пишет о себе я первый из грешников и на самом деле вот ведь мы бываем подобное вот вот этим вот израильтянам тогда такое впечатление как будто мы становимся падки на все вот этот мерзость который вокруг нас происходит то есть вдруг нам этого хочется вдруг нам и того хочется этого и наши глаза открываются на становится похотливы на злое и прочее прочее вот и дальше вот господь обращается к этим израильтянам сказал господь с 11 стих сынам израилю не угнетали ли вас египтяне и море и амонитяне и филистимлине и так далее и когда вы взывали ко мне не спасал ли я вас от рук их то есть вот господь говорит на самом деле ведь и в нашей жизни господь являл удивительные чудеса и много раз согласитесь много раз он поддерживал наши руки и спасал и избавлял но мы бывает что возвращаемся на ту же самую дорожку странную и вот дальше господь говорит страшные слова тринадцатый стих а вы оставили меня и стали служить другим богам зато я не буду уже спасать вас пойдите взывайте к богам которых вы избрали пусть они спасают вас в тесное для вас время вот я думаю что самое страшное в жизни услышать однажды вот такое если кому-то доведется это услышать я думаю что это самое страшное когда господь вот так вот однажды может сказать человеку знаешь дружище ты такой упорный своем грехе ну давай оставляю тебя с последствиями греха я думаю что страшнее вещи нет на свете вот потому что на самом деле спасающая рука господа она часто но мы ее часто можем не замечать идя по улицам мы можем даже не осознаваясь от скольких опасностей господь избавляет нас в этот момент идя по жизни мы даже можем не подозревать как милостиво мягко господь устраивает наш путь и также от скольки всяких от скольких гадостей господь может избавлять нас именно вот на жизненном пути но когда человек упорствует грехе я надеюсь что с нами на такого не происходит но мы видим в писании пример этого вот господь получается что может однажды сказать давай упорствуй продолжай дальше не буду тебя больше спасать вот тебе твои последствия последствия твоего безумия а вот и дальше мы видим что израильтяне сказали что пожалуй на на этот раз мы крепко согрешили 15 стих и сказали сена израилеву господу согрешили мы делай с нами все что тебе угодно только избавь нас ныне и отвергли от себя чужих богов и стали служить господу и не потерпела душа его страданий израилева вот и дальше уже начинается избавление мы видим что израильтяне действительно получается что смирились потому что они стали служить господу и отвергли богов не дожидаясь избавления господа не поняли что все они встряли крепко что на самом деле это уже не шутки это уже не та игра как раньше о господи спаси спаси нас господь спасает и они тут же туда проходит небольшое время по меркам истории это вообще ничто да там проходит 20 лет проходит 40 лет это ничто выветри но это и память народная как говорится еще не успела ослабеть чтобы перестать помнить все чудеса господни и израильтяне опять возвращались к богам всем этим мерзостям и так далее то есть вот в эту игру они играли долго как мы видим в книге судьи вот мы дошли уже до 10 главы и там сменилось несколько судей и они продолжали играть вот в эту игру спаси и спаси и спаси господи господь спасал и они опять возвращаясь к богам опять грешили были наказываем и опять выпияли господи господи спаси и спаси и вот эта игра продолжалась и продолжалась вот до этого момента когда бог сказал все ребятушки хватит вот и здесь видимо израиль и израильтяне поняли да что-то серьезное происходит что-то уже пошло не так правила игры изменились больше нельзя будет играть в ту игру вот я повторюсь страшно когда если однажды это наступает или наступит нашей жизни давайте не будем доводить господа до этого не будем заигрывать вот с грехом вот я знаю что бывает человек в открытую грешит и действительно прет против бога как таран и да и бывает наказываем естественно но бывает что у человека есть вот этот вот грех тайный грех как давид писал от тайных моих очисти меня и человек сохраняет у себя вот этот лазеечку еще раз вернуться к этому греху внутри это сначала незаметно это как шило который конечно же не утаишь в мешке но до какого-то момента его все равно не видно до тех пор пока не начнешь ворошить мешок вот она там лежит острым концом не выпирает это шило и вот так же в нашей жизни какой-то вот бывает грех который мы ну или несколько грехов или к это привычка греховная который мы лелеем и не спешим отдавать господу потому что нам с ней удобно нам с ней хорошо и вроде как она уже как-то мы сжили с ним как-то часть себя стала и мы играем вот в эту игру да господи прости 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 у я буду тебе служить я тебе служу но оставляем вот это вот приоткрытую дверцу для этого греха щеколду не закрываем вот дверь закрыли но щеколду не закрыли или там например как бог говорил царю саулу до истреби и вот этот народ весь все истреби а саул все истребил но только не все оставил лучше ну как но я же для жертвоприношения господи я же вот прям вот вот для тебя все вот но ему самуил сказал знаешь дружище послушание она лучше чем лет послушание господу лучше чем жертва и вот я повторюсь вот эта игра ну давайте не будем доводить вот отношение с господом не будем превращать вот эту игру грех господи спаси грех господи спаси давайте покаяние у нас будет настоящим и окончательно как вот эти израильтяне они поняли что все игра кончилась и стали служить богу и отвергли богов именно уже от сердца искренне вот и мы видим что душа господи не потерпел страдания бог господь милостив он не хочет нашего страдания на самом деле но также есть бог ревнить бог наш бог ревнитель он не потерпит вот этой игры он будет против всей своей душой против этой игры давайте не будем играть в эти опасные игры с господом но будем от сердца служить ему и каяться от сердца и менять своей жизни по-настоящему и быть последовательными в покаянии в изменении своей жизни в верности в святости аминь отец наш небесный научи нас пожалуйста от сердца слушаться тебе господь как вот эти сыны израилевы господь когда они уже поняли что больше никакой игры не будет и обратились к тебе всем сердцем научи господь нас ну сделала так чтобы наше покаяние было на самом деле такой же окончательно и бесповоротны господь чтобы мы не играли в эту игру согрешить и покаяться но чтобы наше покаяние господь и если уж мы согрешаем чтобы она была искренне господь и окончательно укрепи нас в смирении господь криппе на наши руки в этом дне быть прославлен атец своим иисус христа Продолжение следует...